всем привет здравствуйте с вами школка в общество знания мария васильевна и кот марс прошу прощения за задержку я его разыскивала нашла его в шкафу он там спал мне пришлось его разбудить вот и мы вас приветствуем еще разок и мы больше не готовимся к обществознанию потому что кажется мы уже хорошо подготовились правда ну что друзья есть картиночка есть звук как дела нет кот хочет уйти вот полюбуйтесь на кота и я его отпущу обратно в шкаф марс ты желаешь им удачи завтра да я желаю им большой удачи я их тоже очень сильно полюбил пусть дадут егэ на 100 баллов все да пожелания кота должны исполняться потому что коты как известно властелины вселенной вот так уходи код иди иди спи ну что друзья как дела как настроение как ощущения отзовитесь кто посмотрел все вебы щелчка если такие герои героические которые вообще посмотрели весь щелчок ну что мы с вами правда большие молодцы кто-то занимался со мной весь год кто-то меньше мы с вами сделали огромное количество заданий мы прошли все темы мы писали полные пробники на проверку делали домашние задания по отдельным заданиям а сейчас мы еще и за неделю удивительно но повторили все важные темы из егэ по всем тематическим блоком и завтра пойдем спокойненько и хорошо все напишем правда вот алина посмотрела все вебы щелчка алина мне еще в начале щелчка прислала цветы если помните я опубликовала даже эту романтическую дружескую историю в телеграме вот и смотрите цветы даже дожили до щелчка вот друзья давайте что мы сейчас с вами сделаем давайте мы скажем пару слов по поводу завтрашнего тайм-менеджмента как вот завтра нужно в каком порядке чего делать да на всякий случай еще разок хотя мы об этом много раз говорили даже был отдельный ролик по этому поводу я вам еще разок его скину вот потому что но это правда важно важно завтра все успеть как нам завтра все успеть во первых не забывайте что на экзамен нам дается три с половиной часа три с половиной раньше вас изгнать не имеют права вот значит что самое трудное будет завтра совершенно точно самое трудное будет завтра это ожидание вашего кима когда же вам уже зададут наконец-то конкретные ваши задания которые вам нужно будет выполнить вот это ожидание очень томительно и главное вот этот момент пережить спокойненько дальше будет все лучше значит смотрите обязательно сегодня надо нормально поспать да мы публиковали и признаки понятия для 18 1 и планы по всем блокам и по 23 ему 50 разборов разных 23 все вот как вы любите мелким шрифтом у меня в телеграм-канале если не видели ссылочка в описании видео подписывайтесь на мой телеграм там все есть закрытой группе я опубликовала ну и конечно мы в течение года уже давно с этим совсем разобрались вот вот это у нас есть плюс значит вот ну сейчас в оставшееся время я надеюсь у многих из вас еще не ночь а вполне себе день деньской да мы поэтому и релакс стрим пораньше начали чтобы вас еще осталось какое-то время свободное вот не хватайтесь за все за что ни попадя сконцентрируйтесь на том с чем у вас могут быть проблемы повторите планы пересмотрите еще памятку по 23 ему посмотрите признаки может быть кто-то не умеет делать 25 мы публиковали подборки с ответами да ознакомьтесь возможно там возьмете какие-то важные идеи вот вот этим наверное стоит еще позаниматься вот и все-таки надо нормально лечь спать до утра сидеть не стоит вот с утречка чай сладкий даже если вы вот например как я не любите пить чай с сахаром все равно советую выпить сахаром чай да идем спокойненько главное не забываем паспорт пожалуйста не забудьте паспорт паспорт это важно возьмите паспорт приготовьте его заранее плюс ручек тоже возьмите парочку но про ручки обычно вы помните а вот паспорт некоторые забывают в общем надо взять паспорт для вас уже экзамен это не первый да для всех уже не первый а как минимум 2 а для многих уже и 3 4 поэтому как все в целом организовано вы уже знаете этого волнения уже быть не должно вот идем спокойненько и да вот надо дождаться когда вы дадут ким и сохраняя спокойствие можно смотреть в окно можно про себя петь какую-то песенку молиться если вы исповедуете какую-нибудь религию про себя тоже неплохо вот сишок какой-нибудь в окошко посмотреть спокойно дышать спокойное дыхание нас успокаивает вот когда вам дали ваш ким вы его сначала просматривайте не полчаса а быстренько для ознакомления что там второй части вам наконец-то уже попалась после этого даже если у вас какая-то вторая часть вам не очень нравится все равно уже мы об этом не думаем да а мы концентрируемся на тесте мы решаем тест в нормальном бодром темпе подряд в киме можно обводить можно подчеркивать вот в этом листочке задания да все там обводим делаем тест подряд сразу перепроверяем и сразу переносим на чистовик на бланк тестовых ответов это важно потому что вы можете забыть и потом будет трагедия потому что либо кончится время либо вы вообще забудете и не перенесете половина баллов сразу пропадет да потом в конце время останется если захотите еще перепроверить тесты или даже что-то исправить там есть поля для замены ответов и вы спокойненько замените вот с тестом расправились переходим ко второй части там можно оформлять на чистовик в любом порядке главное указывать номер начинайте с того что лично для вас проще до делаем на черновике накидываем до аккуратненько переписываем в чистовик указывая номер ничего не сокращаем кроме рф сми и органы за гс остальное все пишем полными словами более менее человеческим почерком если нужно что-то исправить можно исправлять либо зачеркиваем если какой-то небольшой фрагмент подписываем сверху либо если на прям много исправить явно но аккуратно зачеркиваем не замалевываем а как вы зачеркиваем ниже на бланке пишем например там номер 19 в скобках продолжения и дописываем там второй третий пример который вам нужно помните что 19 это примеры это конкретика кто-то куда-то конкретный там вот пошел что-то дел и чем-то эта история вот конкретным закончилась примеры в двадцать пятом это такая же идея как примера в девятнадцатом двадцатая это суждение в общем виде это обязательно распространенные предложения и в обосновании в двадцать пятом вот логика как и в двадцатом тоже в общем виде на теоретическом уровне если у вас там хватает понимания то в двадцать пятом в первом пункте обоснования пишем побольше поподробнее минимум два распространенных предложения но если ваших знаний и идей даже там на 3-4 предложения хватает Не стесняйтесь, напишите. Больше, чем требуется во второй части, не пишем. То есть в 23-м ровно 3, не надо 4, 5, 8. В 19-м, 20-м тоже ровно 3, сколько у вас попросили на черновике. Можно больше, но на чистовик переносим ровно в том количестве, в котором вас попросили. Потому что если напишите больше, и там будут ошибки, вам начнут вычитать баллы. Помните, что 23-е по конституции не надо в кавычках, не надо дословно, не надо номер статьи тем более. Но близко к тексту. По 23-му 50 разборов скидывала миллион раз. Еще миллион первый сегодня пришлю, сейчас после релакс-стрима. И мы все это тоже в течение года делали. Вот. И таким образом все будет хорошо. Все вы успеете, все напишите, все будет замечательно. Вот. 3,5 часа у нас всего. Черновики не проверяются. Надо успеть переписать на чистовик. Поэтому за временем все-таки мы поглядываем. Так. Ну что. В полях для замены можно просто 1, а не 0,1. Можно просто 1. Так. Как писать, спрашивает Мария, через строчку или в каждой строчке в бланке для второй части? Мария, как привыкла? Вот если ты привыкла в течение своей школьной жизни в тетрадке в клеточку писать в каждой строчке, так и пиши в каждой строчке. Ну и помните, да, что вы можете брать дополнительные бланки, в общем, в любом количестве, но их, конечно, каждый раз надо там будет оформлять, к вам будет подходить проверяющий, там переписывать номера. Вот. Это я не к тому, чтобы вы как-то мельчили и не просили дополнительные бланки. Просите. Следите за открытой группой основной школки, вот большая группа, да, там уже почти 100 тысяч подписчиков, вот за ней следите, подпишитесь на нее, потому что там будет пост, ну, после уже экзаменов, после результатов, понятное дело, вот с вакансиями, то есть можно будет заполнить анкету, если вы хотите быть куратором в каком-то предмете, вот. Вот. И потом уже из этих анкет мы все преподаватели, в том числе и я, будем выбирать кураторов. Я обычно даю задание входное, надо его хорошо выполнить, вот, и по итогам, да, наверное, кого-то мы возьмем в кураторы. Так. Что мне запомнилось больше всего за этот год? Мне запомнилось, как много я болела. Я физически этот год как-то не очень хорошо, если честно, пережила. Ну, у меня запомнилось еще, что мы с младшим научным сотрудником, видимо, моего сына, много занимались музыкой, он ходил в Гнесинку, музыкальное училище имени Гнесинах, в подготовительный класс, вот, а я же вообще музыку люблю, но не разбираюсь, и слуха у меня нет, и нот не знаю, вот, а тут я, значит, погрузилась в прекрасный мир музыки в этом году, занималась флейтой, в общем, фортепиано, и даже сольфеджо, вот, и, да, и младший научный сотрудник поступил в первый класс музыкальной школы имени Гнесинах. Вот, вчера я даже была вечером на родительском собрании, после стрима успела сгонять, этому я очень рада, вот эти мне этот год тоже запомнился, ну, и каждый вообще год, уже шестой год подряд, мне, конечно, запоминается вами, учениками, которые готовы с упорством, с внимательностью, со старанием заниматься, мне, правда, вот это всегда очень приятно, очень радостно, очень мотивирует. Вот, учить легче, чем учиться, учиться сложнее, говорить легче, чем слушать, так устроено в жизни, вот, поэтому, да, вы тоже мне очень запомнились, спасибо, что вы были такими любознательными и такими прекрасными. Так, ну что, давайте, давайте поотвечаю на какие-нибудь ваши вопросы, да, вот, немножко поболтаем, буквально полчасика, и пойдем еще, чтобы успеть что-то доделать, кто еще хочет что-то доделать, и, конечно, выспаться. Почему я выбрала преподавание, спрашивает меня Полина, я не знаю, так сложилось, я хотела, я рассказывала поступать на юридический факультет, вот, ну и преподавание тоже мне было интересно, у меня, вот, моя мама учитель, значит, моя тетя, которую я очень люблю, она тоже учитель, мой дедушка и бабушка по матери тоже учителя, вот, моя бабушка училась на учителя физкультуры, это та бабушка, которая хорошо разбирается в орфографии, вот, я рассказывала на прошлом вебе, и поправляет, если я делаю какие-то орфографические ошибки, вот, ну, так получилось, что у меня много учителей, вот, и мне это всегда нравилось, но моя мама, когда я собиралась поступать, хотя я подавала, на самом деле, в Тулу, в ПЭД, тоже, в педагогический Тульский институт, университет документы, она сказала, значит, доча, ты будешь учителем только через мой труп, сказала мне мама, не хотела она, чтобы я была учителем, вот, ну, потом так постепенно сложилось, потому что уже с первого курса, как я стала учиться, ну, в итоге я училась в МГУ на философском факультете, тоже рассказывала, что так из-за английского получилось, вот, ну, было интересно, очень даже, вот, но с первого курса для обеспечения своих биологических потребностей, вот, я уже стала подрабатывать, я репетировала в индивидуальном порядке общество знания, вот, я ездила к ученикам, ко мне ездили, то есть можно сказать, что я общество знания преподаю с 2000, ну, если не 8-го, то 9-го года, или как минимум 10-го, уже, в общем, очень много лет, вот, потом Школково, мы работали в группах, потом начался онлайн, и вот так вот я и осталась преподавателем, ну, моя младшая сестра, которая тоже, кстати, преподаватель, она выучилась на учителя иностранных языков в Туле, английский и французский, вот, она мне сказала, что очень здорово, что я стала преподавателем, потому что с моим характером, как я люблю все рассказывать, вот, рассказать, еще раз рассказать, объяснить, догнать и снова объяснить, вот, она сказала, что с этим характером очень даже правильно быть преподавателем, вот, я с ней согласна, действительно, очень интересно, Очень здорово, когда ты можешь человеку что-то объяснить, и тебе это интересно, вот, объяснять, да, а человек поймёт и поумнеет, а потом ещё ЕГЭ хорошо сдаст, боже мой, вот, ну, и я верю, что всё равно, вот, в разных обстоятельствах, какие бы они ни были, образование – это важный социальный лифт, и поэтому, да, мне радостно, что я тоже каким-то образом к этому причастна. Как я познакомилась с Максимом Олеговичем и начала работать в Школково? Ну, есть разные альтернативные истории Максима Олеговича, самая весёлая история обычно, ну, я познакомилась с Татьяной Александровной, потому что она тоже училась в МГУ на журфаке, и мы с ней поступили в аспирантуру вместе, и таким образом познакомились, и в какой-то вот момент она, она была уже знакома с Максимом Олеговичем, потому что он учился на Мехмате и тоже репетировал, а Татьяна Александровна репетировала русский, и вот она сказала, а вот, значит, Максим Олегович хочет вот так вот, чтобы была какая-то образовательная уже организация, разные предметы, вот там, может быть, ты хочешь попробовать, ну, и я захотела, и вот так это всё получилось. Так я познакомилась с Максимом Олеговичем через Татьяну Александровну. У Марса порода Невский маскарадный. Это чудесная порода, они очень тихие, очень разумные, вообще молчаливые, добрые коты и кошки, но очень мохнатые. Эта шерсть просто летает повсюду, ты просто всё время весь в шерсти, и всё в шерсти, и мне кажется, что если постоянно это всё не убирать, у меня просто вся квартира скоро станет как такой меховой кокон, потому что мы даже, когда дверь открываем в подъезд, из нашей квартиры просто вылетает мех. Вот, и эту бы энергию да в мирное русло надо, наверное, носки уже начинать из этой шерсти вязать. Если бы не учитель, то кем бы вы были? Ну, мне юриспруденция была всегда интересна, я бы, может быть, хотела быть адвокатом, правозащитником, а когда я была ребёнком, я говорила, что я буду либо учительницей, либо актрисой, либо вести прогноз погоды. Но, в принципе, всё сейчас это как-то более-менее соединилось, потому что я и учительница, и, можно сказать, и актриса, и прогноз погоды каждый день, потому что сидишь перед камерой всё время, вот, и много машешь руками, прямо вот почти прогноз погоды тоже. Так, две собаки и две кошки у Александра, и шерсть реально, понимаю, Александр. Есть ли смысл тащить с собой шпоры? Как я ненавижу эти вопросы, друзья. Я ещё раз говорю, вот я тот человек, который никогда не ходил ни с какими шпорами, потому что, ну, я трусливая. Я буду всё время переживать. Вот, это первый момент, но это личная особенность как бы моя, но, может быть, и для кого-то тоже. Если вы очень сильно беспокойтесь, конечно, не надо. Плюс, я ещё раз говорю, я как ответственный преподаватель никогда не скажу, берите с собой шпоры, идите. Потому что это незаконно, это неправильно. Если вас удалят, а вы скажете, нам Мария Васильевна сказала идти со шпорами, ну, как бы, мне это не надо. Вот, такую ответственность я на себя никогда не возьму, я об этом говорила сто раз. Значит, Мария Филинова, если в 25-м есть приписка РФ, мы должны написать что-то правдоподобное про РФ. Да, это важно, действительно. Значит, будет ли прогноз на ЕГЭ? Всегда у меня прогноз примерно похожий, удивительным образом он даже всегда забывается. Тесты будут обычные, типичные 99%, вот, фипишные. Ну, может быть, какая-нибудь там фраза будет, но она будет в рамках всё равно курса. Во второй части, в общем, как повезёт. Здесь, опять же, понимаете, да, есть объективно более сложные и менее сложные задания, но всё зависит ещё от личного субъективного восприятия. Для кого-то, как бы, какое-то задание жесть, а для кого-то он такое решал. Поэтому, ну, вот, и я тоже, когда смотрю, я говорю, ну, вот это проще, вот это сложнее. Но, вот, как бы, индивидуально для конкретного человека это не особенно поможет. Но завтра, кстати, вот после обеда, когда уже все более-менее напишут, мы постараемся оперативно собрать задание и сделаем, да, такой обзор, как это было, что было на реальном ЕГЭ, так что приходите, будет стрим на этом же канале. Вот, подпишитесь, если кто не подписался, здесь много всяких полезных видео, да. Завтра будет такой веб. Как приобрести толстовку Школкова? Теперь, Аня Сорокина, мы эти толстовки не продаём, мы их только разыгрываем. Когда вот у нас всякие курсы стартуют, мы делаем розыгрыш толстовок, и мы ещё их дарим годовикам. Так что, например, Аня Сорокина, если у тебя есть друзья, товарищи, младшие родственники, которые хотят заниматься в Школково, по любому предмету, у нас, в общем, все предметы основные есть, и всякие там олимпиадные тоже, да, по математике, например, то, если вы приобретаете годовой курс, перед началом годового курса, то, да, вам толстовочку присылают по почте, есть возможность выбрать расцветку и размер, и она вам приходит просто в подарок. Вот так это работает. Блей говорит, могла бы я дать какой-нибудь совет на будущее? В целом, не по экзамену, пожалуйста. Ой, слушайте, ну, это всегда такие общие вещи, ну, вот во что я верю? Ну, я верю в добро, в любовь, в дружбу, в милосердие. Быть честным лучше, чем быть нечестным. Вот, надо какого-то этого вектора придерживаться. Это во всей жизни и в разных сферах правда помогает. Вот, совет на будущее, стараться быть честным с людьми, а главное, с самим собой, не делать то, что против вашей совести, по возможности быть добрым и милосердным. В конечном итоге это помогает, потому что, да, мы все живем в обществе, да, и важно поддерживать горизонтальные социальные связи с друзьями, товарищами, родственниками. Вот, и это потом помогает. На этой почве вы потом вместе будете что-то классное делать, там, и работать, и общаться. Вот, соответственно, вот это тоже важно на будущее. Вот, и, ну, главное, себе не врать, стараться во всех делах видеть какой-то смысл, не делать просто что-то механически, не быть просто вот каким-то, вот, какой, каким-то винтиком вообще, ну, бессмысленным, да, всегда, ну, как бы, какую-то цель, какую-то идею важную для себя преследовать. Даже если у вас сложная цель, даже если чего-то сложно добиться, все равно какой-то вектор развития вот в себе внутри иметь и двигаться все равно в ту сторону, да, вот. Вот, это мне кажется хорошим. Это мне кажется хорошим и правильным. И, наконец-то, настало время банов. Куда же без банов? Давайте забаним человека-паука. Ой, мне недавно снился сон про паука. Это был очень философский сон, но он был слишком философский, я вам даже его не буду рассказывать. Так. Ильина Ксюша подняла техподдержку, чтобы ей поменяли цвет толстовок. Чего, Ксюша, поменяли? Что мне дал философский факультет МГУ? Он мне дал знакомство с интересными людьми, с интересными преподавателями, какие-то общие знания, которые, может быть, прям вот очень практически-то и неприменимы, но как-то мышление выстраивают. Вот. Ну, опять же, сила высшего образования – это не только освоение какой-то конкретной профессии, но это еще и выстраивание вообще мозгов. Это очень крутая социализация вот на высоком уровне, да. У нас даже был преподаватель, латинский язык преподавал, который говорил, что понятно, что вот там не очень много людей будут прям вот четко работать там по своей специальности, да, многие там работают по другим направлениям, но это он к вопросу вообще о важности высшего образования. Но он говорил, что высшее образование важно, потому что вот студенты, когда находятся в университете, в вузе, когда это что-то вот, ну, приличное, не просто вот они туда случайно ходят, а это более-менее нормальный какой-то вуз, они даже просто своим физическим присутствием там вот обеспечивают себе некоторое поумнение, просто как бы, знаете, вот методом диффузии, они просто вот рядом с умными людьми находятся, и даже через это немножечко как-то умнеют, выстраивается у них какая-то картина мира, какое-то мировоззрение более зрелое, более осмысленное, вот. И, ну, вообще студенчество – это прекрасное время, потому что вы прям на законных основаниях можете заниматься учением, поэтому, да, постарайтесь это время потратить не зря. И когда поступите, постарайтесь не слишком долго почивать на лаврах, а тоже быстро вот смотреть, а что вообще происходит, да, вот потому что, ну, преподаватели тоже разные, да, вот и там в МГУ, да, вот я училась на философском факультете, вот были прям преподаватели, вот моя, например, научная руководительница, профессора Свидерская, доктор искусствознания, вот просто хотелось вот слушать ее бесконечно, а были преподаватели, ну, по крайней мере, для меня не такие интересные. И, соответственно, вы в ВУЗе тоже старайтесь сориентироваться, вот вы видите, да, что этот человек, вот этот преподаватель, он классный, он там специалист в своем предмете, это довольно быстро становится понятно. Вот старайтесь как-то к нему там на какие-то его спецкурсы, вот там курсовую у него писать, да, потом, если, например, ваш ВУЗ сотрудничает с какими-то вот там предприятиями, организациями, тоже старайтесь все это разведать, какие-то там стажировки, то есть держите нос по ветру, не то, что, о, я поступил, и все, и пять лет я просто радуюсь, а потом как бы непонятно, да. Старайтесь учиться тоже не просто для каких-то оценок, это не всегда легко, но я говорю, надо держать какой-то вектор развития, вот чтобы, ну, ваши, вот как бы ваши дни были более-менее осмыслены, тогда будет здорово. Так. Было ли мне трудно найти общий язык с однокурсниками? Немного страшно попасть в новый коллектив? Мария задаёт вопрос, о, это, кстати, хороший вопрос, слушайте, вот, да, кстати, не повторяйте моих ошибок, я была человеком очень застенчивым, вот, мне трудно сходиться с новыми людьми, ну, с возрастом легче, опять же, результат социализации надо пытаться, конечно, но я знаю, да, что у многих есть такая проблема, вот, страх попасть в новый коллектив. Старайтесь быть дружелюбными, вот, вы приходите, да, вот у вас тут какие-то там, сначала абитуриенты, потом вот у вас новая группа, ну, во-первых, поздоровайтесь, скажите привет, как бы улыбайтесь, всем страшно, не только вам, все боятся, все в шоке вообще, куда я попал, старайтесь быть дружелюбными и не стесняйтесь, просто поздороваться, просто что-то спросить, завязать какую-то беседу, у вас будет миллион поводов, не будьте буками, старайтесь общаться, понятно, что там будут, ну, как и в школе, люди получше, похуже, вам по вкусу, вам не по душе, но, чтобы это понять, надо с ними общаться, поэтому не стесняйтесь, там, в общем, страшно будет всем, все будут в одинаковом положении, да, вот, вы же как-то с одноклассниками смогли выстроить отношения, вот, так и с одногруппниками, главное, дружелюбно, с улыбкой, стойте прямо, говорите четко, задавайте вопросы, и все наладится, и вы найдете друзей, новых подруг, и будет очень здорово, так, файл со всеми функциями делать бессмысленно, ну, в смысле, функции у нас у всех, вот, по всем темам миллиард функций, как вы понимаете файл со всеми функциями, я его не понимаю, это невозможный файл какой-то, как справиться с переживаниями, пока жду результат ЕГЭ, вот, очень хороший вопрос, смотрите, вообще, не надо думать наперед, это сложно, да, ну, мы, вот, у нас же есть целеполагание в деятельности, да, и у нас все время вот эта вот прогностическая функция срабатывает, нам хочется прогнозировать, прогнозировать, ну, смотрите, важно сейчас быть в потоке, я ненавижу такие словечки, но кажется, это тот случай, когда можно и так сказать, то есть, вот, когда вы идете писать ЕГЭ, и когда вы его пишете, вам важно находиться здесь и сейчас, не думать о будущем и прошлом, вот, есть только этот миг, и конкретно это задание, понимаете, вот в этот момент думать, о, мне не повезло, жизнь несправедлива, кто мне дал такое задание, за что мне вот это, да, вы, в этот момент, вот, у вас есть это задание, и вот это время, и вы сконцентрированы вот на этом задании, в это время, не на чем-то другом, понимаете, важно быть вот в этом моменте, когда вы пишете, вы делаете вот ровно эти задания, без рефлексии, потом, потом уже вообще все хорошо, потом старайтесь просто сказать себе, что, ага, ну да, результаты, это от меня не зависит, помните, да, мы с вами учились быть стойками, на последнем вебинаре, по праву, в годовом курсе, будьте стойками, то, что от вас не зависит, зато не надо переживать, да, вот, потом просто потратите это время ожидания, на то, чтобы отдыхать, гулять, ходите по улице, бегайте, прыгайте, вот, если никогда не бегали, так начните, это очень классно, говорит вам человек, который в школе не мог сдать физкультуру, а сейчас прям вполне себе бегает, вот, встречайтесь, наконец-то, с друзьями, с подругами, навестите бабушку, сходите на пикник, сходите на озеро, на рыбалку, погуляйте, наконец-то, со всеми своими животными, прочитайте, наконец-то, книжку, которая не касается экзаменов, боже мой, и это время до результатов пролетит, очень здорово, и, понимаете, как, ну, результат этого ЕГЭ, это важно, я не говорю, что это неважно, но вообще это не вся жизнь, вот, никогда нельзя делать такие глобальные обобщения, вот, от ЕГЭ зависит вся моя жизнь, это даже с точки зрения формальной логики неправильно, вся ваша жизнь не зависит от результатов ЕГЭ, она еще зависит, например, от того, как вы себя физически чувствуете, можно быть там мультистобальником, но при этом просто лежать без рук, без ног, и эти все баллы вам ничего не дадут, вот, поэтому, всегда старайтесь анализировать, не делать неправильных обобщений, вот, и все будет, опять же, неплохо, как понять, когда можно писать общие примеры, боже мой, Ивана, что ты имеешь в виду под общим примером, я не знаю, как сейчас на это ответить, это надо смотреть конкретные задания, то, чем мы занимались в течение года, брали 19, и вот там час с ними разбирались и обсуждали, более или менее конкретный пример, так двумя словами-то это не опишешь, как перестать сравнивать себя другими с другими, Полин задает по-прежнему жизненные вопросы, как перестать сравнивать себя с другими, вот этой, кстати, проблемы у меня никогда не было, ну, в смысле, в таком прям жестком формате, ну, как, не сравнивать, мы все разные, мы все индивидуальные, что одному легко, то другому сложно, что одному интересно, то другому не интересно, вот, ну, у нас у всех, там, разные стартовые позиции, разные, разная наследственность, опять же, разные интересы, разный темперамент, и это нормально, это хорошо, залог развития, это разнообразие, однообразие, это скучно, уныло, и никакого развития не будет, поэтому просто концентрируйтесь на себе, вот, мне интересно вот это, для меня важно вот это, да, мне вот это сложно, но при этом важно, поэтому я буду стараться, не думая, что там у другим, да, кому-то может быть легко, ну, и что, может быть, им это легко, но они не хотят этим заниматься, а я хочу, и поэтому мне плевать, кому это легко, а кому сложно, да, я исхожу из себя, вот, ориентируйтесь просто на себя, и все, а за других, ну, старайтесь на самом деле порадоваться, то есть, переходите от сравнения к радости, о, как классно, вот человек вот это может, какой он интересный, меня, например, всегда очень вдохновляют люди, ну, которые что-то умеют, чего не умею я, да, я думаю, блин, ну, как вот классно, надо пообщаться, вообще расспросить, ну, как-то вдохновиться, вот, то есть, лучше радоваться за человека, да, а во всем важном для себя ориентироваться только на себя, принять разнообразие как норму, да, принять наше отличие, нашу личность, индивидуальность как норму, и все. Так. Саша, это я, человек, который просил передать привет на общей трансляции, только сейчас, за день до последнего экзамена, стал по-настоящему счастливым. Спасибо за вебы. Слушайте, это, возможно, стокгольмский синдром, но знаете, когда заложники очень долго сидят в заложниках, они проникаются какой-то нежностью странной, к своим, как это сказать, властителям. Возможно, с вами случилось это. Вот. Но здесь, не, ладно, кроме шуток, почему вот сейчас можно быть счастливым, почему многие из вас сейчас подъем испытывают душевный? Потому что, слушайте, вот тоже важный момент для жизни, вот ЕГЭ, да, вот ЕГЭ, баллы, поступления, начинаются эти вот бессмысленные разговоры, ЕГЭ – это хорошо или плохо, дело-то не совсем в этом. Если смотреть более глобально, а не чисто на эти баллы, ЕГЭ – это очень крутой опыт преодоления, когда реально вы прям, ну, смогли учиться, когда вы преодолели себя, свою лень, свое безразличие, свою апатию, свое вообще все вы преодолели, и у вас появился вот шикарный навык преодоления. Вы понимаете, что если вы стараетесь, вы делаете, вы сможете. Главное делать, понимаете, просто мечтать бессмысленно, надо пробовать. ошибаться пробовать еще, не получилось искать другой подход, но делать, делать, делать. И вот действительно, это очень сильная радость от преодоления. Это потом будет везде. И очень здорово, если вы сейчас вот это уже тоже почувствовали. Вот, так что я рада. Так, Марс был, уже ушел. Кто-то лень не преодолел, понимаю. Ну, на самом деле, опять же, все хорошо в меру, да? Вот, у Протогора была фраза всем известная, человек мера всех вещей, да? То есть человек сам говорит, что хорошо, что плохо, что благо, что зло, и, конечно, вот надо именно про себя знать. Лень в какой-то дозе тоже хороша. У меня есть еще другая теория, что именно лень сделала из обезьяны человека. Вот, потому что, ну, когда у нас включается творческое мышление? Ну, когда мы хотим упростить себе жизнь? Когда мы ленимся? Поэтому в какой-то мере и лень тоже хороша. Какие фильмы я порекомендую? Слушайте, все время тоже спрашивают, а мне нечего порекомендовать, потому что я очень мало фильмов смотрю, потому что уж если я что-то смотрю, то я об этом потом месяц должна думать. Вот, и не могу потом забыть. И это тяжело, потому что вдруг вы ерунду какую-нибудь посмотрите, а она потом навечно с вами. Я все время говорю, что мой любимый фильм – это «Английский пациент» с Ральфом Файеном. Не знаю, почему я это говорю, но, правда, я его обожаю по разным причинам. Там Италию показывают, собор Вореца, я очень люблю собор Вореца, Италию. Вот мы с научной руководительницей ездили. Ну, и я писала дипломы, диссертацию кандидатскую, которую так и не защитила, до сих пор тоже про искусство Италии, средневека и возрождения. Вот. Вот этот фильм я люблю. Все время, когда последние дни подготовки к ЕГЭ, я вспоминаю Тарковского почему-то. У Тарковского есть фильм Андрей Рублев. Ну, про иконописца, да, но там меня нет, линия привлекает перед ЕГЭ. Не она мне вспоминается, а мальчик, который пообещал, что он сможет отлить колокол. И он, на самом деле, не умел отливать колокола, но очень было надо. И он так все делал, этот мальчик, прям как будто он, правда, умеет делать колокола. А он подросток. И он там всех строил, всех взрослых. Вообще такая была невероятная работа. И они отлили этот колокол, и он, правда, зазвонил. И тут все радуются. А мальчик рыдает, потому что он-то понимает, что не умеет лить колокола. Но он очень старался. Вот. И заразил своей верой и старанием других. И таки колокол удался. Вот. Я перед ЕГЭ все время это вспоминаю, потому что, ну, там, преподаватель, он же тоже, на самом деле, не знает, как наилучшим образом учить. Никто не знает. Вот. Но, да, мы все время стараемся. Я вот этим мальчиком все время себя чувствую. Ну, фильм, на самом деле, довольно тяжелый, но классный. Это прям классика мирового кинематографа. Так что можете посмотреть фильм Андрея Рублева Тарковского. Александра пишет. Немного грустно, что это последний веб с вами. Спасибо вам огромное за подготовку. Слетника занималась с вами, вы очень помогли. Александра, я тоже очень рада. Спасибо. Спасибо вам за доверие. Алина, можете ли вы стать куратором? Ну, вот Алина, которая все время нам каких-то цыплят шлет в чат, а еще цветы мне перед щелчком. Это вот та самая моя подруга, с которой мы вместе, кстати, ходили сдавать ЕГЭ в далеком 2008 году. И она мне вот здесь вот на запястье к вопросу о шпаргалках и их пользе, когда вы не знаете, как ими пользоваться. Помню, как сейчас перед ЕГЭ по математике Алина мне вот здесь нарисовала тригонометрическую окружность и говорит, это тебе поможет. Ну, оно бы, может быть, мне и помогло, если бы я знала, как этим пользоваться. Это к вопросу, дайте нам миллиард шпаргалок и на этом все. Ну, да, я вот так вот рукавчиком прикрыла, действительно, эта тригонометрическая окружность была со мной. Ну, надеюсь, она мне помогла, но не факт. Вот. И вот Алина, да, смотрит все открытые вебы зачем-то, по неизвестной причине, весь щелчок с нами провела. Ну, Алина, вот сдайте, как выпускник прошлых лет и будьте куратором. Так, МПГУ, хороший ли вуз? Я не училась в МПГУ, но мне кажется, в Москве пета должен быть нормальным. Ну, и если вы чувствуете склонность к преподаванию, мне кажется, здорово иметь педагогическое образование. Можно в школе работать, можно в колледже, можно там частной преподавательской деятельностью заниматься. Ну, если вам интересно, я думаю, МПГУ это норм. был ли у вас неприятный опыт с учениками? Я вообще всегда стараюсь помнить плохое, ой, плохое. Оговорочки по Фрейду хорошие. Ну, в смысле, я не люблю всяких спамеров в чатах, очевидно. Я не люблю, когда человек не любит подумать. Я люблю, чтобы сначала человек посмотрел веб, подумал, а потом уже спрашивал. Вот. Ну, а в основном чего? Все хорошие. Ко мне всегда приходят люди хорошие заниматься. Так. Нужно ли писать завтра все задания второй части на черновик, Дубис? Нет, не обязательно. Ну, например, если 17-е, ты нашел ответ в тексте, зачем же тебе его переписывать на черновик, а потом то же самое второй раз на чистовик и тратить время? Ну, нет, не надо. То есть, ну, там, если просто выписать из текста в 17-м, можно сразу на чистовик писать, да? Вот. Если в задачка. Вот попалась легкая задачка, 22-й номер. Ну, там, типа, индустриальное общество, я не знаю, там, рыночная экономика в ответе. Ну, зачем вам это писать на черновик? Напишите сразу на чистовик и все. Первый раз смотрю за год вас в лайве. Непривычно, что там вы так медленно говорите. Смотрела на 2Х. Понимаю. Ну, здорово, что вы пришли. Машу вам ручкой. Какие у меня хобби, Игорь? Вот, я все время отвечаю цитатой из Льва Толстого. Нужно быть сильным или спать. Поэтому спать мое хобби. Не всегда у меня это хобби получается, потому что у меня же есть еще младший научный сотрудник, кроме кота. Вот. А у младшего научного сотрудника музыка, еще его там кормить надо. Вот мы лягушек, например, выращиваем в банке из головастиков. Очень увлекательно, тоже требует внимания и терпения. Вот. Поэтому, да, надо спать. Это мое хобби. Ну, не, я читать люблю, художественную литературу. Вообще, чтение продленных текстов облагораживает человека. Очень полезно, успокаивает, новую узнаешь. Вот. Я за хорошую художку. Книжки люблю читать. Стараюсь хотя бы одну за год прочитывать. Ну, конечно, это ужасно, но хотя бы это. Ну, знаете, не можешь как бы вот бежать к своей цели. Надо хотя бы вот ползти или лежать в ее направлении. Вот. И раз я считаю, что читать важно, но мне некогда, то хотя бы одну книжку хорошую, толстую в год. Ну, прочитать надо. Вот. Наверное, это... А, я еще вяжу. Я еще вяжу. И, кстати, в этом году я много вязала. Я вот шарфы вязала в этом году. Очень активно. Так. Что делать в последний вечер перед экзаменом? Маш, посмотреть то, что именно для тебя сложно. Вот, например, если тебя больше всего беспокоят планы, пересмотри планы. Да, там признаки больше беспокоят, посмотри признаки. И, ну, дай спать надо. Вот. Ну, конечно, если там у тебя 7 вечера, прямо сейчас вряд ли ты уснешь. Ну, да, вот посмотри вещи, которые для тебя лично сложны. Вот. По 25-м что-то глянь. Ну, вот там, полистай свои записи. Ну, главное выспаться, правда. Не надо сидеть до утра. Что делать, если нет денег на бесплатный курс? Ну, во-первых, весь щелчок до сих пор открыт. И на платформе Школково. Там еще удобнее. Там все в одной папочке с ссылками на ДЗ, прям под уроком, с конспектом. Да, ну и здесь на Ютубе, если вы такие ленивые, не можете пройти на платформу по первой же ссылке в описании видео и подключить бесплатный щелчок. Боже мой. Вот. Можно посмотреть вот щелчок, а потом мы же каждый год разыгрываем курсы. И годовые разыгрываем, и на месяц разыгрываем, и полугодовые разыгрываем. Подпишитесь на все наши рассылки и участвуйте, и, возможно, вам повезет. Какие у меня любимые сериалы? Слушайте, я вот вообще не специалист тоже по сериалам. Я посмотрела теорию большого взрыва миллион раз. Ну, знаете, люди делятся на два вида, кто любит теорию большого взрыва, и кто не любит. Я люблю, очень люблю теорию большого взрыва. Вот. Друзей я не смотрела. Что еще? Настоящий детектив с Мэтью МакКонахи. Я посмотрела, мне понравился очень почему-то тоже. Ну, и все. Я говорю, я не специалист по сериалам. Кажется, ничего не помню, не знаю, как напишу завтра. Ой, это всегда. Перед важным моментом всегда так кажется, и в действительности чем больше вы знаете, тем больше вы понимаете, что здесь нюансы, и кажется уже, что ничего не знаешь. Обычно во всем уверены только люди, которые ничего не знают. Да, вот люди, которые вот так рубят с плеча, вот обычно это люди не очень знающие, потому что чуть только человек что-то знает, у него возникают сомнения, и это нормально. И это, мне кажется, вообще признак человека разумного. Да, так что сомневаться нормально, просто надо сегодня, я говорю, как-то постараться уснуть. Сходите прогуляйтесь, если совсем уже все тяжко, а вы хорошо готовились весь год, выйдите просто вокруг дома, наверните бодрым шагом несколько кругов, потому что, опять же, когда вы энергично идете, у вас потом выходит кортизол, гормон стресса, и вы просто чуть-чуть спокойнее становитесь чисто биологически. Да, то есть, ну, это что же с биологией связано? Прям энергичным шагом до первого пота кружки намотайте, вот, и после этого выпейте водички и ложитесь спать. Так, полтора года с вами пролетели незаметно. До сих пор помню свой первый вебинар, как я судорожно переписывала конспект, свою тетрадь. Вы были моей путеводной звездой, о, боже мой. Ответственно, но приятно. Планы по социальной сфере, Полина, были. Все было. Восемнадцатые планы, двадцать пятые. Каждый день сразу после блока я публиковала сразу в трех местах. На стеночке в закрытой группе Школка в Обществознании 2023 как отдельное ДЗ с файлами на платформе и еще и в Телеграме. Но я сегодня, вот сейчас мы закончим, я еще раз просто одним списком еще раз вам все пришлю, если вы до сих пор почему-то не нашли. Кого-нибудь из заочников знала ли я? Можете ли поделиться своим опытом? Слушайте, я не училась никогда заочно, мне кажется, несмотря на то, что личного опыта у меня нет такого, что это сложно, что это, наверное, самый сложный путь. Ну, например, моя мама училась в Педе когда-то давно заочно, потому что она работала, еще и я появилась, и вот она училась заочно, но это сложно. Вы лишены, учась заочно, вот этих всех радостей, каждодневного общения с преподавателями, с одногруппниками, радостей, ну, действительно, в хорошем смысле, без кавычек, без всяких. Вот, это круто, ну, общаться, ходить куда-то, обсуждать, да, у вас там, ну, как-то каждый день какие-то новые знания, все размеренно, вот, а, ну, заочно, это типа оля щелчок, то есть вам там за месяц, а в реальности обычно недели за две до экзамена, надо просто поднять весь объем материала, это сложно, ну, заочно учиться трудно, но, опять же, да, если у вас есть цель получить высшее образование, а единственный способ это учиться заочно, пробуйте, дорогу осилит идущий, вот, не надо верить людям, которые говорят, у тебя ничего не получится, это говорят люди либо глупые, либо завистливые, может, не получится с первого раза, но потом-то точно получится, да, может быть, потребуется много усилий, но если для вас это важно, это получится, вот и все. Вот Варвара говорит, что начала понимать общество знания, я очень рада, это самая большая была моя цель. Саша Филимонова, привет. Вот Саша Филимонова, например, занималась с нами в прошлом году, по математике, по русскому, по обществознанию, поступила в МГУ на эконом. Кем работают бывшие однокурсники? Ой, ну, разное, кем работают. Вот, например, Илья Хистрактович, это тоже на самом деле мой бывший однокурсник. Он тоже преподает общество знания и историю, вот, и даже теперь еще и в школу. Да нет, ну, разное, в рекламе работают, у нас есть несколько девочек, которые очень классно, прям, ну, уже прям у них хорошие должности, вот, в каких-то классных компаниях, маркетинге. Многие преподают, есть те, которые смогли все-таки защититься, кандидаты наук и занимаются прям научной деятельностью и преподают в вузах, вот. Ну, в общем, да, разным занимаются, конечно. Как не разочароваться в себе? Ну, трудно, конечно, но, опять же, сказать себе, что это было важно, но это не вся жизнь. Как-то побыстрее найти, чем заняться полезным и разумным. Ну, вообще, можно, конечно, и пересдать. Я единственное, всегда советую не сидеть год, вот, не сидеть год без дела, не учаясь, не работая, вот, значит, я буду вот год сидеть и типа готовиться. Это очень сильно давит, это такая ужасная ответственность, что ты типа вот там ничего не делаешь, да, вот, ну, как будто ты должен там сутками готовиться, никто не может готовиться сутками. Эта ответственность, она прям раздавливает. Вот, ну, я знаю людей, которые так поступали, им было трудно, чисто морально, да, вот год, ничего не делать, а типа вот там ждать пересдачи. Вот, но я бы все-таки за то, чтобы куда-то пойти учиться, пусть не туда, куда вы хотели, да, но куда вас возьмут с вашими баллами, все-таки не сидеть. Вот, но да, действительно, ведь можно пересдать. Что запомнилось с вами? Что запомнилось с вами? Игорь мне очень запомнился своей въедливостью. Если Игорь хорошо сдаст, мы его возьмем редактирующим методистом, кроме шуток. Мне очень всегда нравится именно, когда мы работаем на платформе, да, вот на закрытых вебах, и когда у нас задание второй части, я читаю ваши какие-то примеры, вот, иногда они бывают очень классные, и вот это именно просто чувство, что вы там на той стороне экрана тоже там соображаете, думаете, у вас какие-то идеи, вот, это в целом такое очень крутое чувство, и вот это ощущение классное запоминается. Что делать, если нужно разобрать еще два блока, а завтра экзамен? Значит, нужно переставать смотреть RelaxStream, нужно по тайм-кодам уже не смотря все, а по тайм-кодам самое сложное, и с ускорением постараться посмотреть побольше именно не всего подряд, а вот то, что вы прям не знаете. Так, Настя Яковлева пишет, спасибо за щелчок, за эту неделю столько узнала, и теперь так рада. Да, спасибо большое, мы рады, что бесплатный щелчок вам помог. Ну, тут тоже, да, такая вот история, что, ну, обычно то, что бесплатно, то не особенно ценится. Обычно все думают, что если бесплатно, то какая-то фигня, но это не про Школкова, на самом деле, мы вообще смогли стать довольно такой внушительной онлайн-школой именно за счет бесплатного контента, то есть это не были какие-то там безумные какие-то кредиты, вложения в маркетинг, какие-то вот, знаете, так вот с нуля, в пустоту. Нет, это все было постепенно именно за счет бесплатного контента и за счет качества, я так надеюсь. Вот, и, ну, мы решили повторить тот опыт, который был у нас пять лет назад, когда мы вот первый раз делали щелчок, он, да, он был абсолютно бесплатный, я его тоже вела. Вот, решили повторить, вспомнить, как это было. Ну, жалко, что многие так и не узнали, не пришли, и поленились, и там, ну, хотелось как можно большему количеству людей быть полезными, но, надеюсь, вот, кому-то помогли. Опять же, понимаете, нельзя счастливить собой весь мир, надо как-то себя тоже оценивать адекватно, но помочь кому-то, это уже во, и, ну, тоже такой совет на будущее, мне кажется, это хороший совет. Когда я читаю ДЗ учеников, бывает ли такое, что думаю, какой ужас? Да, Полина, бывает, но, опять же, запоминаются потом смешные ответы, вот, безработица среди лошадей запала мне в душу, вот, потом Эрик все время писал про себя хорошие примеры в 19-м, в 25-м, Эрик вот это сделал, Эрик вот то, вот, тоже было приятно, что Эрик на себя примеряет все хорошие ситуации, где работать, если профессия менеджмент, ну, в сфере продаж, в разных организациях, ну, тут, мне кажется, выбор-то большой, разбора ДВ не будет, я уже объясняла, можете расстроиться, вот, я мастер непопулярных ответов, иду, прям, против мейнстрима, вот, у меня не массовая культура, я не знаю, какая-то субкультура, ну, нет, я не разбираю ДВ, как я и говорила, по двум причинам, одна из них идеологическая, вот, из-за протяженности в часовых поясах, почему-то несчастный Дальний Восток, ну, или счастливый, ладно, сдаёт первым, а все потом, а что было, а что было, а что было, и сводят их с ума, вот, я не знаю, как им это по ощущениям, но вот, если кто-то с Дальнего Востока, математик, писал русский, вот, отпишитесь, ну, мне просто идейно не кажется, что это здорово, типа вот так вот поступать, но это-то ладно. Второй вопрос, что может быть какое-то пересечение, это правда, но по обществознанию, с учётом невероятного количества тем, очень маловероятно, что это пересечение вам поможет, конкретно в вашем варианте в другом регионе, поэтому вставать там в пять утра и ходить с квадратной головой, и прям вот пережить ещё экзамен Дальнего Востока, а потом только писать свой, который, скорее всего, будет вообще другой, но я не понимаю, кому это поможет, потому что в целом три с половиной часа писать экзамен, это утомительно, вот, поэтому мы весь год просили писать вас в пробнике и сдавать на проверку, именно что сесть, засечь время и написать полностью, чтобы как-то подготовиться, потому что даже физически это непросто, а тут, если вы прям всю душу вложите в разбор Дальнего Востока, хватит ли у вас сил на свой экзамен, я не знаю, вот. Вот Саша говорит, что он с Дальнего Востока, а почему вы тогда здесь сидите, идите спите, Саша с Дальнего Востока? Маргарита тоже выражает слова благодарности, спасибо и вам, Маргарита, что вы нас нашли и смотрели. Если два года упорно готовился, но не получилось достичь позор лет, а зачем вам вообще оценивать себя в таких терминах позор, непозор, ну, в смысле, это же все, ну, субъективно кому-то, ну, кто-то скажет, о, я написал, вот, слушайте, вот, ладно, я вам расскажу, что меня раздражает, правда, иногда в учениках, вот, ладно, пожалуюсь, вот, а то, что-то я слишком милая, вот, расскажу вам правду, наконец-то, значит, что меня, правда, раздражает, например, человек написал на 85 баллов или даже больше, я считаю, что это круто, ну, типа, это правда непросто, я не знаю, вот, мои, да, вот мысли, а потом он говорит, все, я все провалил, я ничтожество, вы все тоже такие же, потому что у меня всего 85 баллов, а в начале года я писала там на ноль, вот, и все, и жизнь не удалась, и все вокруг тоже дураки, но вот это меня раздражает, потому что мне это так не кажется, вот, потому что, ну, для нашего предмета, кроме того, что надо очень-очень-очень много всего знать, да, и там, и все критерии учитывать, в целом важен какой-то навык письменной речи, в целом какой-то кругозор, ну, есть люди, которым трудно писать, в смысле, письменно выражать свои мысли, да, ну, зачем вам себя оценивать в категориях позор или не позор, для кого-то 85 это прям счастье, для кого-то позор, ну, а кто прав, ну, ответ никто, вот, не оценивайте себя в таких категориях, если уж прям совсем не имется, поставьте цель пересдать на будущий год, но не сидите, сиднем, а что-то делайте, пойдите учиться, или куда-то работать, да, вот я училась, у меня была однокрупница, у нее родители закончили тоже, вот, там, философский факультет МГУ, и преподавали, и все такое, и она тоже собиралась туда поступать, и не поступила, понимаете, не поступила, не прошла по конкурсу, и решила пересдавать, но поняла, что очень тяжело сидеть вот так вот, вот с этой вот эмоцией, и пошла работать в библиотеку, между прочим, работала в библиотеке, и готовилась, и на второй год сдала, плюс у нее невероятный опыт работы библиотекарем. Да, на бюджет действительно нужны сейчас какие-то космические баллы, это правда, вот это мне, да, меня это тоже действительно смущает, кроме шуток, в хорошие вузы на бюджет, правда, сейчас какие-то вообще космические баллы, вот, и опять же, да, это мысль такая неприятная, но какая-то доля везения есть, потому что, ну, первый момент, это все-таки конкретно, что в вашем варианте попалось, а второй момент, это все-таки какой эксперт проверял, более лояльный или более строгий, вот, так что, ну, всегда это есть, тем более у нас социально-гуманитарные науки, здесь прям совсем какой-то четкости быть не может, вот, поэтому, да, в какой-то момент, вот, чисто везение, он правда играет, но это, понимаете, это часть, все-таки это меньшая часть, чем вы и ваши знания, вот, вот, но опять же, здесь мы с вами стойки, мы не переживаем за то, что от нас не зависит, потому что это нелогично, и никак нам не помогает, мы концентрируемся только на том, что можем мы, что зависит от нас, а то, что от нас не зависит, какой смысл нам за это переживать, если мы никак на это повлиять не можем, напутствие для Дальнего Востока идти спать, Дальний Восток, ваше напутствие сейчас идти спать, кстати, все равно я буду делать завтра разбор, не рано утром, но днем, когда уже побольше регионов напишут, поэтому, опять же, не теряйтесь, завтра будет еще вебчик с разбором, и, и задания, вот, какие запомните, специально не надо сидеть и заучивать ради меня, но то, что запомните, когда выйдете сразу, пока еще помните, напишите ВКонтакте в нашу беседу, и в Телеграме сделаю пост в комментарии, и я это возьму, и вы мне поможете, и вам интереснее будет, и вот это мы, собственно, и разберем то, что вы и напишите, да, вот что запомните, то мы и разберем завтречка, почему цифра 146 я не буду рассказывать сегодня, да, объяснение есть, есть ли такое, что в какой-то год экзамен более легкий, а в другой год намного сложнее, в целом я бы сказала, что нет, я бы сказала, что отдельные варианты, то есть каждый год есть 1-2 варианта, которые, на мой, опять же, субъективный взгляд, сложнее, вот, но я не могу сказать, что это по годам, что вот этот год легкотня, все подряд, а вот этот год все прям сложное, невозможно, нет, но всегда находятся 1-2 варианта, которые, на мой вкус, сложнее, чем другие, вот, это опять же к вопросу о везении, баллы на виноделие да игорь его пусть будет это объяснение так ну что плакать хочется зачем слушайте ваша жизнь только начинается дальше будет все только лучше ну в смысле это вам сейчас кажется что вот там грустно не будет классно ну слушайте вот я до человек который прям помнит как заканчивал школу как поступал мне кажется наоборот у вас сейчас вот заканчивается самое нервное время потому что вот эта вся подготовка к экзаменам поступление такой ужасный стресс потом лучше лучше правда интереснее веселее вы взрослее вы самостоятельнее бы чего жизнь как начинается радоваться как я вижу своего сына в будущем ну я его вижу здоровым добрым умным и милосердным вот это мой идеал а уж чем он там захочет заниматься это его личное дело в любом случае я его поддержу ран хикс норм или нет ну я думаю в целом норм думаю в целом норм молитесь за нас да я вам прям посылаю лучи своей поддержки не правда все будет хорошо знаете как пусть у вас вот в голове особенно кто долго со мной занимается пусть у вас голове сидит такая маленькая мария васильевна звучит конечно ужасно но вы ее потом выйдете когда выйдете пусть она там сидит и все комментирует я знаю что многие кто со мной занимался долго да вот и ну в прошлые годы потом рассказывали что он сидел на экзамене и прям звучали какие-то мои реплики по поводу разных фраз я же не случайно всегда советую какие-то ассоциации какие-то забавные истории он там гаражный кооператив медвежата навсегда в наших сердцах да ну чтобы потом это вот как-то у вас всплывала вот и как бы вот завтра когда пишете вот общайтесь с маленькой марии васильевны своей голове а потом выйдете и напишите уже этой вот марии васильевне чего там было вот главное пожалуйста когда сидите не растекаетесь вот так вот как ваш не а не превращайтесь медуз и не стройте планы до самого там второго пришествия вот концентрируйтесь вот на текущей ситуации вот на конкретном задании вот вы сейчас занимаетесь конкретным заданием не то что было да не то что будет после вся рефлексия только когда напишите четко концентрируемся на экзамене вот будьте как бы в этом процессе и все когда стрим пока там стрим пока там да это было бы хорошо как вам идея поступить во владивосток из перми если баллы не позволят куда-то в другое место ну слушайте если вы там знаете во владивостоке что вот вуз который там норм ну не просто так лишь бы там подальше на край света как-то ну еще какие-то аргументы почему нет я вообще в целом за то чтобы по возможности студенты учились другом городе вот это тоже крутая социализация новые знакомства классный опыт ну не я вот думаю неплохо ну не надо бояться мне кажется если есть возможность а мучиться в другом городе и так как это складывается не бойтесь да и конечно большой на масленицу наконец-то написал правильный комментарий вот не переживайте и не бойтесь чужого мнения да не надо думать ни о ком думайте о себе ну в таких вопросах ну что эти вопросы касаются только вас по большому счету это не для всей жизни работает но для егэ да не надо думать а что там кто скажет в феврале я болела у меня была температура мне приснился сон где мы на вебе разбирали тему я прям прошла проснулась и поняла что ее не существует алин это круто возможно ты можешь начать писать какие-нибудь фантастические повести может это в тебе там творец писатель вот заговорил прикольно так ну что они теряйтесь вот не отписывайтесь будьте на связи потому что еще наверное будут какие-то мероприятия которые вам тоже будут интересны даже после егэ вот завтра правда тоже вот свои эмоции переживания что там было какие задания все что захотите прям вот правда все чтобы выговориться чтобы как-то вот выплеснуть эмоции вообще вот до поделиться напишите есть чат в контакте наши и в телеге тоже сделаю пост где в комментариях можно будет писать вот выговоритесь выплесните потом еще на вебчике обсудим и все и будем жить дальше да я правда тот самый человек который хотел пообщаться полчаса а прошел час на это правда но с умными людьми приятными типа вас и поговорить бывает приятно спасибо вам за хорошие слова ну что вот час действительно прилетел незаметно сейчас давайте чтобы еще было время у кого-то позаниматься своими какими-то вещами я сейчас тоже сделаю всякие посты еще раз которые может быть еще кому-то будут полезны вот главное еще раз ложитесь спать нормально с утра не забудьте паспорт возьмите паспорт возьмите паспорт выпейте сладкий чай с сахаром с утра возьмите бутылку воды вот шоколадку тоже неплохая идея идите все будет хорошо особенно кто со мной долго слушайте мы с вами столько всего сделали это просто вообще это никто столько не сделал поэтому я думаю что завтра все будет отлично по крайней мере хорошо спасибо вам большое спасибо за ваши сердечки вот я вас тоже правда очень люблю это большая ответственность но и большое счастье я считаю что в этом смысле я счастливый человек вот потому что ну у меня есть возможность общаться с вами знаете вот когда общаешься с школьниками студентами ты вообще тоже сам как как они в смысле что-то новое интересное не стареешь жизнь продолжается ну за вами будущее это правда будь здорово что ну если вы сможете как-то на него повлиять и сами реализоваться ну потому что да будущее это вы я рада что к этому будущему можно тоже немножко прикоснуться вот все будет хорошо друзья правда все будет хорошо все будет спокойно нормально вы увидите в основном то что вы уже сто раз видели вот всем мои пламенные сердца вы мои героические герои обнимаю всех и каждого все будет отлично до встречи